еще раз всех приветствую что ж как видите потихоньку начинаю восстанавливаться уже получается гитара закидывать сюда и теперь помимо ваших любимых легатных поливчиков могу начать уже и ревцы раздавать те самые убойные дал строки мясные голубчики и в общем все как обычно все как вы любите с убойной атака ломау без всяких чавканье без хлебов и так далее всем опять же спасибо большое за поддержку в трудный момент чтобы могли как говорится устоять выстоять и в общем также забываем подписываться на бусти заходить на стримы конечно ссылки оставлю в описании и на мерч и на датчики покин император и ну непосредственно на наше музло сегодня хотел поговорить по поводу этого интересного мифа до который часто всплывает знаете что вот хоть вот это якобы некий даун пикин king на стримах уже много раз обсуждали что конечно же нет то есть даже не то что кинг а даже ну как бы непридворный уборщик потому что да то у него уровня игры в принципе средний по рифам то есть лучше чем мастейн как бы это ну не нулевой человек но конечно каких-то кингов речь даже близко не идет то есть тот же самый мастер папбас напомню что есть инфа открытая в интернете что он был ускорен то есть он записан не честно записан по гитаре пониженной сам звукач про это рассказал и потом он просто пленка ускорена поэтому была задана некая планка по скорости и эту планку в живую у них получилось выдержать ноль раз ноль раз то есть как бы Хэтл не старался, но каждый раз, сколько мы смотрели всяких концертов, всегда есть прям плотный абсерд. То есть то срыв на абстроке, то на какие-то галопы, то просто остановки, то какое-то количество срачей колоссальной, то еще что-то. То есть именно чтобы это было похоже на студийку, не получилось ни одного раза. То есть любой желающий может просто обширстить все концерты, которые есть, просто все. Даже которые перезаписаны, все равно они как бы не выводятся. То есть все равно получается хавчик, возня, и в каждом проходит сбой. То есть даже интро, даже интро до первого куплет уже там будет просто количество серева бесконечно. Поэтому напомню, да, ключевую вещь, что пока Хэтл в составе Металлики сыграл Мастер Паппес, ну и даже без состава Металлики сыграл Мастер Паппес ноль раз. К сожалению, такая вот, да, тоже цифра, так же, как и количество песен, написанные Хэммитом. Поэтому опять же, я сейчас поставлю пару фрагментов, а потом давайте детально разберемся, что происходит, то есть в чем именно проблема, и почему не получается даже близко вывозить и вживую, как бы и не вживую, как бы без ускорения. Мастер Паппес Хэтл, к сожалению, не вывозит. Давайте посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь давайте посмотрим небольшой пример из тепличных условий, то есть, опять же, сидячая игра, спокойная, без всяких там дебафов концертных. И, собственно говоря, на этом примере будет тоже понятно, почему не получилось ни разу за много-много лет сыграть нормально Мастер Паппес. Итак, посмотрим. Так, ну, во-первых, здесь по левой руке проблема типичная, то есть новичковая, когда пальцы так вот склеиваются, то есть получается в такой ситуации, конечно, вот такая вот будет болтанка, и это будет очень сильно мешать. То есть золотое правило, всегда ставим каждый палец на своем ладу. То есть, допустим, конкретно в этом рифе получается ситуация, что, ну, а-ля как бы в хроматике, да? Вот таким вот образом. И каждый палец расставляется сюда, и не нужно склеивать. Когда склеиваем, получается болтанка лишняя, и добавляется лишний хапчик. Плюс к этому правой руке по звукоизвлечению получается... Да, то есть промахивается, потому что у него получается хват трех пальцев. Бывают люди, которые играют нормально с трех пальцевым хватом, у него, получается, эти пальцы торчат, и поэтому постоянно не лозят по... Вот так, по струнам. То есть если мы хотим получить нормальный звук, именно... Бетонный, четкий. Когда ничего лишнего не вылазит, то, конечно же, нужно палец... Если среднего опираться, то хотя бы подальше, чтобы он не касался струн. И указательно обязательно вот так вот заперпедикуляривать. То есть золотое правило, опять же, чтобы по струне попадал... Гарантированно только медиатор. Иначе будет получаться вот эта вот кашеватая манная история. Дальше. Само все звукоизвлечения получается, то есть у него работает не вот этот шарнир, да, то есть который должен как раз непосредственно работать в правой руке, а получается вот такая вот попрыгушечка. Эта попрыгушечка, она, во-первых, очень сильно влияет на скорость, с ней будет трудно выиграть быстро, а во-вторых, дает как раз этот звук, видите, чавкающий, потому что попадает каждый раз по-разному, то одним местом, то другим. Поэтому, естественно, чтобы мочить его на филиграну, нужно обязательно прокачивать совершенно другой... Другой тип звукоизвлечения. Дальше. Да, ну здесь просто рассинхрон, плюс отлетающий указатель, поэтому... Видите, вот так вместо того, чтобы сыграть, опять же, там... Получается, просто хавчик. Дальше. Да, ну здесь понятно, что срывы идут на обстроке, в том числе, здесь уже, получается, партия играется нечестно. И та же самая история, то есть вот это вот... Вот это вот чавкание, видите, от этих пальцев, и вот эта вот попрыгушка опять работает, вместо того, чтобы нормально раздать места. Да, и, конечно, очень все тяжело, вязнет, то есть начинает от струны как бы не отпрыгивать, а именно постоянно на ней так вот так вот висеть. То есть, опять же, нужно разрабатывать нормальную часть чередования пульсации. Я снимал на этом отдельный урок, то есть, когда мы играем... И, видите, я касаюсь только медиатором без вот этих всяких хавчиков. И рука работает совсем по-другому, то есть, вот. Поэтому в моем случае, опять же, есть нормальная база, которую могу, опять же, ученикам передать. Если потребуется скорость, выносливость, пожалуйста, достаточно быстро это все можно растить. С такой базой, как у него, вот это вот шавканье, к сожалению, о какой-то скорости, мощности, выносливости, ровности говорить не приходится. Очень жаль, беда, как бы, но вот такой вот был миф, собственно говоря, надеюсь, он наглядно показал, что это отборная птуха. Посмотрим дальше. Да, ну, эксперимент, та же самая история, тоже, как бы, просто кашель. Вот такой, вместо того, чтобы нормально насыпать человеческого галупа, это, опять же, с такой техникой, к сожалению, не получится. Все, как обычность была, только правда, бэгренгитаре. Подписывайтесь на Первогитарный, до скорой встречи, всем пока. Итак, вы музыкант, или стараетесь им стать. Существует много действительно нужных мелочей, которые пригодятся любому, кто связан с музыкой. В этом огромном мире звуков важно контролировать каждый этап, от идеи до финального результата. Для записи вашей заготовки вам понадобится более универсальный язык, нежели таблатур. Объясняется это тем, что в миксе будет не только гитара. Базовые знания теории пригодятся на всех этапах, но здесь особенно. Любую идею придется как-то развивать. Тут-то в игру и вступает гармония, построение аккордов, их движение, а самое главное – понимание того, что делать дальше. Все уже просчитано до нас. Хороший материал – это очень хорошо. Хороший материал в хорошей аранжировке – еще лучше. Вся фактура вашего произведения напрямую зависит от множества факторов, с которыми можно и нужно уметь работать. В каждом учебном заведении существуют отдельные преподаватели отдельной дисциплины. И каждая дисциплина важна, если есть задача подготовить действительно хорошего специалиста. Итак, вы музыкант. Или стараетесь им стать. У нас есть для этого практически все. Гитарный, теоретический и бас-гитарный курсы занятий. В очном или заочном формате. И вся необходимая часть по аранжировке и композиции. Информация в описании.